Меня пригласили сегодня рассказать немножко о том курсе, который мы недавно запустили на Курсере, курсе по комбинаторике. Довольно удивительная вещь, курсов по комбинаторике на Курсере почти нет. Для меня это вообще очень неожиданно, потому что я всю жизнь комбинаторику очень любил, активно пропагандировал. Мне казалось, что я далеко не единственный, кто любит эту науку, всячески ее пропагандирует. Поэтому когда обнаружилось, что на Курсере таких курсов мало, ну для нас это было приятно, в смысле неожиданностью. То есть мы можем действительно что-то от себя такое совершенно новое на такой важный ресурс выложить. Курс, который там лежит, это выжимка из некоего большего курса, который я читаю на физтехе. Я работаю в нескольких местах, здесь на Мехмате я работаю, на гафедре статистики, и на физтехе я ухожу в кафедре дискретной математики, и там я из года в год читаю некий курс. Основа комбинаторики из теории чисел. Ну там немножко из комбинаторики, из теории чисел, ну как немножко, достаточно основательно. Вообще в курсе нельзя сказать, что уж очень простой. То есть я не хочу ни в коем случае слушателей, которые здесь присутствуют, расхолаживать. Наверное, я должен наоборот всячески рекламировать этот курс и призывать вас попробовать его прослушать. Тем более, что это явно не повредит физтеховской славе, а наоборот ее прибавит, потому что там курс все-таки вдвое времени назад. А сейчас я сделаю такую выжимочку, что ли, из этого курса. Ну, сами понимаете, там много лекций, здесь у меня сегодня есть только полтора часа. Понятно, стараюсь рассказать просто несколько катурных постановок, которые так или иначе имеют отношение к этому курсу. И без относительно того, будете вы слушать на курсе или что-то, или не будете, но вы просто получите какую-то красивую, интересную информацию. Я надеюсь, что частично, как минимум, для большинства новую. Ну, может быть, кто-то что-то из этого будет знать, но уж не обессудьте. Вот, вещи классические, стандартные, комбинаторные. Я ее сначала сформулирую на совершенно таком школьнодоступном уровне, чтобы было максимально понятно, чего происходит. Вот, а потом, потом я обязательно ее вложу в некий общий математический контекст. То есть, я вам дам прямо такую серьезную формулировку, чтобы вы понимали, что она действительно имеет выход на большую науку. Есть, ну, скажем, 30 школьников. Это любимая затравка для аудитории, в которой сидят в основном школьники. Понятно, что если бы здесь сидели студенты, я бы сказал, что есть 30 студентов. Так, есть 30 школьников, и среди этих школьников есть группы молодых людей, которые объединены по каким-то там интересам. Ну, давайте, например, считать, что у нас есть 5 человек. Среди этих 30, среди этих 30, лучше всех остальных владеют комбинаторой. Просто отобрали пятерых лучших. Лучше всех остальных владеют комбинаторой. Какие-то 5, мы не знаем сейчас априори, какие-то. Ну, какие-то 5 человек. Если мы сейчас в этой аудитории произведем опрос, ну, наверное, через какое-то время мы сможем понять, кто эти самые 5 лучших комбинаторей. Давайте, есть еще какие-то 5 человек. Есть еще какие-то 5 человек. Опять-то, среди этих 30, давайте, я не буду второй раз писать, которые лучше всех остальных владеют, ну, скажем, геометкой. Лучше всех остальных в геометке. Ну, и так далее. Предметов у нас достаточно много. Давайте, сейчас я вам скажу, сколько у меня будет предметов. Так, если 5 человек, если 5 человек, то, наверное, нужно 15 предметов. Загадочное число. Почему 15 предметов? Значит, всего есть 15 таких пятерок. Всего выделено 15 таких пятерок. Ну, то есть, мы отобрали 15 предметов. Комбинаторика, геометрия, там, теория чисел, я не знаю. Всего есть 15 предметов. И по каждому из этих 15 предметов мы рассмотрели пятерых лучших среди наших 30-ти школьников. Ну, так, тест произвели. И нашли пятерых лучших по этому предмету, пятерых по этому, пятерых по этому и так далее. Всего 15 таких вот пятерок образовалось. 15 пятерок. При этом мы видим, что с очевидностью эти пятерки пересекаются между собой. Правда? Понятно, что если у нас всего 30 школьников и 15 пятерок, то уж какие-нибудь из этих пятерок должны пересекаться. Это не будет удиваться. Вот, но при этом мы даже не запрещаем некоторым пятеркам совпадать. Это как раз, пожалуйста. А какие-то две могут не пересекаться. То есть, они как-то там расположены, вот в этом множестве из 30 школьников наши 15 пятерок. А как именно, мы не знаем. А вот вопрос такой, кембинаторный вопрос, который хочется здесь задать, и который на самом деле имеет выход на очень серьезную, очень красивую науку. Значит, вопрос такой, можно ли так рассадить наших школьников, 30 человек имеется в виду, школьников, по двум аудиториям, чтобы и в первой, и во второй аудитории, и во второй аудитории присутствовал хотя бы один представитель каждой пятерки. Вот этот вопрос надо прокомментировать, чтобы вы до конца поняли, в чем его нетривиальность. Ну, то есть, надо, чтобы вообще было понятно, что спрашивать. У нас есть 30 человек, прежде всего, их хочется как-то рассадить по аудиториям, да? Спрашивается, можно ли их так рассадить по аудиториям, чтобы было дальше что-то выполнено. Но как рассадить по аудиториям? Смотрите, здесь ни в коем случае не сказано, что и в первой, и во второй аудиториях должно быть ровно по 15 человек. Вот этого как раз никто не просит. То есть, вполне себе, пожалуйста, можно в одну аудиторию посадить совсем немножко, в другую очень многих. Это нас вполне устроит. Но чего мы хотим добиться? Вот есть первая аудитория, и вот есть вторая аудитория. Вот чего мы хотим добиться? У нас есть какие-то пятерки людей. Добиться мы реально хотим того, чтобы каждая пятерка цепляла каждую из аудиторий. Вот эта первая пятерка я нарисовал таким объединением двух сардельчиков. Вот вторая пятерка. Вот третья пятерка. То есть, и в этой аудитории должны быть представители первой пятерки. И в этой аудитории должны быть представители первой пятерки. То есть, и здесь должны быть лучшие из пяти комбинаторов. И здесь должны быть лучшие из пяти комбинаторов. То же самое касается геометров, они должны присутствовать, лучшие из них должны присутствовать как в первой, так и во второй аудитории. То же самое касается числовиков, и так дальше, вплоть до последнего предмета с номером 15. И вопрос на самом деле задается так. Смотрите, мы же не знаем, как эти пятерки людей на самом деле распределены среди 30 исходных товарищей. Они же могут как угодно быть намежены, а? Так вот спрашивается, верно ли, что при любом расплате, при любом наборе этих пятерок такое разбиение возможно? Наверное, большинству сходу не очевидно все-таки, как на этот вопрос нужно давать ответ. Не очевидно? Давайте разбираться. Ну, во-первых, я предлагаю все-таки написать это в каком-то более формальном немножко ключе, а то какие-то школьники, какие-то пятерки, наверное, я могу себе позволить рассматривать какие-то множества достаточно абстрактные. Давайте я вопрос. Вот у нас есть 30 школьников, давайте их запишем как число. Один – это первый школьник, я просто вот так его обозвал, у него имя один, единица – это его имя. Два – это второй школьник, но я всех тридцатиры выписывать не буду, последний школьник у нас имеет номер 30, вот возникает такое множество. Это, по сути, множество наших школьников. Множество школьников, состоящие из 30 элементов. И вот в этом множестве зафиксированы некоторые подмножества, каждый из которых имеет размер 5. Давайте эти подмножества обозначим. М1 и так далее. М15 – это те самые подмножества, которые состоят из 5 элементов и обозначают школьников, обладающих наилучшими способностями в определенном предмете. М1 и М15 – это вот те самые пятерки. То есть давайте мощность обозначать модулем. Мощность каждого обытого – это 5. Мощность – это количество элементов, если кого-то смущает такой термин. Значит, количество элементов – 5, пятерка. И при этом каждое обытое действительно является подмножеством. Множество 1, 2 и так далее – 30. Как можно сформулировать теперь, вот в этих терминах, как можно сформулировать наш вопрос? Что значит «разбить» на две аудитории? Ну, можно, например, сказать так. Смотрите, вот есть такая красивая терминология комбинаторная, которую я сейчас использую. Можно сказать так. Всегда ли, то есть для любых вот этих М1, всегда ли существует такая раскраска, раскраска – прекрасный термин, я его очень люблю. Такая раскраска элементов множества 1, 2 и так далее – 30 в 2 цвета, при которой каждая мгитая, каждая мгитая неодноцветная. Вот смотрите, это в точности то же самое, что я изначально сформулировал как рассадку по аудиториям. Я беру и каждому вот этому элементу присваиваю один из двух цветов, либо красный, либо синий. Понятно, что у меня получается какое-то количество красных элементов, и я могу считать, что это как раз те самые люди, которые сидят в первой аудитории. Все остальные товарищи синие, и они у меня отправятся на вторую аудиторию. Так вот вопрос как раз состоит в том, можно ли добиться того, чтобы каждая из множеств М и Т оказалась неодноцветной, то есть содержала как синие вершины, как синие элементы, так и красные элементы. Вершин пока никаких нет, извините. Тогда так. Давайте сформулируем теорему. Теорема, который только что задан. Это да. Ответ на вопрос утвердительный. Мы сейчас докажем, что действительно всегда можно осуществить такую покраску. Но давайте докажем эту теорию, мы совершенно аккуратно. Почему действительно ответ всегда утвердительный? Почему это правда? Ну что ж, зафиксируем произвольный набор пятерок М1 и так далее, М15. Вот совершенно произвольный. Я даже не буду говорить, где они расположены. Ну какой-то, зафиксируем какой-то захотел. Вот наша цель показать, что существует раскраска, при которой все эти множества не одноцветны. Давайте рассуждать с помощью количественных соображений. Первый вопрос к аудитории. Ну, на который я, скорее всего, и дам ответ. Но если кто-нибудь даст его потихонечку, то тоже будет неплохо. Значит, сколько всего есть раскрасок множества 1, 2 и так далее, 30 в 20 лет. Элемент множества в 20 лет. Значит, смотрите, мы можем первый элемент покрасить либо в красный, либо в синий цвет, правильно? 20 лет запистили? Да. Совершенно верно. Давайте я вам поясню. Смотрите, каждый элемент, независимо от остальных, мы можем покрасить либо в красный, либо в синий цвет. То есть, для каждого элемента есть две возможности покраски. Есть такое правило умножения в комбинаторике, которое, я думаю, все-таки здесь знают слушатели, которое говорит, что если можно здесь осуществить двумя способами выбор, здесь двумя способами и так далее, то все эти количество способов, то есть двойки, надо перемножить. И у нас, конечно, получится ответ 2 в 30-й цвет. Раскрасок различных существует ровно 2 в 30-й степени Ш. Теперь давайте посмотрим. Нам-то чего хочется доказать? Нам хочется доказать, что бывают такие раскраски, при которых и вот это множество неодноцветно, и второе множество неодноцветно, и пятнадцатое множество неодноцветно. Да, вот такие раскраски, в которых все множества неодноцветно. Кажется множество неодноцветно. А давайте наоборот, посмотрим на те раскраски, которые нам вредят. Давайте, например, рассмотрим те раскраски, в которых М1 одноцветный. Это вредоносные раскраски, нам такие вообще-то не нужны. Нам нужны, в которых все не одноцветные. А вот сколько есть раскрасок, в которых одноцветно множество М1? 2 в 26. 2 в 26 правильный ответ, на самом деле, действительно правильный ответ 2 в 26 степени. Почему? Давайте я вот такую плафанку нарисую. Это наше множество из 30 элементов, наши 30 школьников. И вот мы зафиксировали среди них каких-то там пятерых, которые образуют вот такое вот множество, названное нами М1. М1, как видите, не обязан быть связанным. Это какой-то разбросанный набор из пяти человек. И мы хотим посчитать те раскраски, в которых это множество оказывается одноцветным. Смотрите, с одной стороны, мы элементы этого множества, вольны, целиком покрасим все в красный цвет, а вольны все в синий. Таких вариантов, естественно, два. Либо мы красим всех этих ребят в красный цвет, и это для нас плохо, либо мы их всех красим в синий цвет, это тоже плохо, но вот таких вариантов два. А дальше, товарищи, которые не принадлежат множеству М1, их действительно 25 человек. Их можно красить как угодно. Это 2 в 25 степени, по тому же принципу, как в начале 2 в 30. Итого получаем 2 в 26. То есть действительно такой ответ. Так, всем понятно? Нет вопросов. Вот, всего есть 2 в 26 вредоносных раскрасок. Но что значит вредоносных? Вредоносных с точки зрения множества М1. Но согласитесь, что столько же есть раскрасок, которые вредят множеству М2, правильно? И столько же есть раскрасок, которые вредят множеству М3. И так вплоть до М15. Ну давайте зафиксируем здесь наблюдение. Для каждого нить 2 в 26 степени раскрасок, которые оставляют одноцветным, одноцветным, неудовлетворяющим нас данное конкретное множество М2. Ну это то, что я только что рассказывал, только теперь это принесено на произвольные, понятно, да? Ну давайте я так нарисую, в виде такой диаграммы, с круга. Смотрите, вот есть 2 в 26 степени раскрасок, в которых М1 одноцветный. Это я нарисовал в виде круга множество, состоящее из вот этих 2 в 26 степени раскрасок. Понятно, да? А давайте я нарисую такое же множество, но только для М2. Согласны ли вы, что эти 2 множества будут пересекаться? Вот так как-то нарисуем. Это будет множество, состоящее из раскрасок. Их всего будет 2 в 26 степени. Но это те раскраски, в которых уже М2 является одноцветным. Точно так же нарисую кружок для М3. Одноцветно. Это тоже кружок мощности 2 в 26 степени, в нем раскраски сидят. Ну и так далее. Вот такое страшное нагромождение разных кругов. Всего идут кругов 15 штук. Ну и теперь смотрите, утверждение количества раскрасок, в которых одноцветно хотя бы одно множество М и Т. Вот где оно здесь на рисунке? Где изображено на рисунке множество тех раскрасок, в которых одноцветно хотя бы одно М и Т. Вот это все правильно, да? Все понимают, что объединение этих кругов, это множество тех раскрасок, в которых одноцветно хотя бы одно М и Т. Ну, значит, количество точно не превосходит, или даже строго меньше, если хотите, точно не превосходит 15 помножить на 2 в 26 степени. У нас в каждом вот таком круге 2 в 26 степени раскрасок. Суммарный объем этих кругов, суммарное содержимое этих кругов точно не больше, чем 15 на 2 в 26 степени. Ну а тут наступает просветление разума, потому что 15 это все-таки меньше, чем 2 в 4. Почему, собственно, я 15 взял? Это меньше строго, чем 2 в 30 степени. Я старался подгадать. Это меньше строго, чем 2 в 30 степени. Смотрите, у нас есть всего 2 в 30 степени раскрасок, всего 2 в 30 степени раскрасок, и строго меньше, чем 2 в 30 степени вредоносных раскрасок. Раскрасок, в которых одноцветно хотя бы одно М и Т. Всего 2 в 30, а этих меньше. Но это в точности означает, что действительно существуют раскраски, которые вот этим свойством не обладают. Раскраски, в которых каждое множество М и Т не одноцветное. Каждое М и Т не одноцветное. И это ровно то, что мы утверждали в нашей теореме. Теорема доказана. Есть много раскрасок, среди них довольно мало раскрасок, которые нам вредят, в которых хотя бы одно множество является одноцветным. Значит, есть раскраски, которые ровно нам нужны, в которых каждая М и Т является уже не одноцветным. И это то, чего нам хотелось. Такой вот совершенно неявный способ отыскания раскраски. Я не описал никакого алгоритма. Я просто доказал, что раскраска существует. Доказал? Ну, это как? Нет, я доказал. Теперь давайте я попробую рассказать вам, с какой на самом деле серьезной задачей современной комбинаторики связана вот эта вот специальная постановка. Для того, чтобы сформулировать ту задачу, давайте, наверное, попробуем сообразить, товарищи. А вот это вот число 30, вот это вот число 30, то считает, что оно как-нибудь влияло на ход нашего доказательства. Ну, то есть, смысл вопроса такой. Если я здесь напишу не 30, а 40, изменится результат или нет? Нет, давайте поднимет руки тот, кто считает, что результат не изменится. Результат я имею в виду в плане хода доказательства. Вот если применять в точности такую же процедуру, изменится результат? Кто считает, что нет, не изменится? Ага, да, да. И это правильно. Смотрите, если я здесь напишу 40, например. Давайте даже не 40, а вообще какое-нибудь число. n. Вот я напишу здесь n. Тогда вот здесь будет стоять n. Количество всех раскрасок будет 2 в n-в степени, конечно. Дальше мы рассмотрим те раскраски, в которых m1 одноцветно. Естественно, у нас получится не 2 в 26-й. У нас получится вот так. У нас получится 2 умножить на 2 в степени n-5. То есть 2 в n-4 степени. Правильно? Успеваете, да? 2 в n-4 степени. А потом мы вот это 2 в n-4 степени умножим на 15. То есть вот здесь у нас будет, давайте я вот здесь запру, 26. У меня получится 2 в степени n-4. Но 15 это число, которое по-прежнему меньше, чем 2 в 4-й. Поэтому это все равно меньше, чем 2 в степени n. И видно, что это рассуждение работает абсолютно при любом n. Никакой зависимости ответа от того, чему вот это n равняется, в рамках этого рассуждения нет. Хорошо. Это первое замечание, которое нужно было осознать. Давайте следующий вопрос. Хорошо. А если я 15, то есть количество множества в этом рассуждении, поменяю на что-нибудь большее, получится, нет? 16 уже не проходит, да? Ну, на самом деле, 16 все-таки проходит на грани. Потому что вот здесь можно было написать строго меньше. Руки все-таки пересекаются. За счет того, что руки пересекаются, суммарная их мощность, суммарный их объем, он строго меньше, чем это произведение. Поэтому да, если здесь нарисовать 16, то здесь получится меньше, либо равно, или просто равно. Но за счет вот этого знака меньше мы все-таки пролезем. Так, поднимите руки, кто понял это рассуждение. Ага, отлично. То есть вот в рамках нашего рассуждения мы добрались до 16. А теперь следующий вопрос. Товарищи, но вы же понимаете, что это лишь способ рассуждения. А вдруг есть какой-то другой способ рассуждения, более аккуратный. Как-то более аккуратный, например, учитывающий взаимное расположение этих кругов. И тогда вполне возможно, что и 16 не предел. Правда ведь? Это понятно, да? 16, вообще говоря, не предел. Так вот, интересен вопрос. А все-таки что является здесь точной границей? Докуда мы можем дотянуться хоть к каким-нибудь методам? А выше уже нельзя. 17. Давайте введем такую величину. m, зависящую, ну, отказуем от параметра m. Давайте введем сейчас такую величину. Я подошел к ее мотивировке, сейчас попробую ее написать. Надеюсь, что будет понятно, но я постараюсь максимально подробно прокомментировать. Это действительно очень интересно. Значит, m от n, это есть по определению следующая штука. Это минимальное, среди всех чисел m натуральных, минимальное натуральное число m такое, внимание, что существует набор из m штук m элементов, m элементов, m элементов, m элементов, m1 и так далее, m, m. Так, 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 сейчас сосредоточиться надо, потому что тут уровень абстракции высокий. Так, существует набор из m штук, m элементов множества. Каких? m элементов множества. Таким, что при любой раскраске элементов этих множеств в два цвета, найдется одноцветная нл. Вот так. Тут надо осознать. Значит, смотрите, в чем состояла наша теорема. Во-первых, я вам сразу скажу, в нашем случае n, вот эта вот n, равнялась 5. Вот в нашей постановке, с которой мы работали, n маленькая, которую я сейчас тут написал, n маленькая равнялась 5. Давайте еще раз вспомним ту формулировку теоремы, которую мы доказали. Давайте еще раз вспомним. Сейчас я произнесу ее, вы только вдумайтесь. Значит, мы утверждали, что если n равняется 5, и мы возьмем произвольные 15 множеств и даже 16 множеств, то их элементы можно так покрасить в два цвета, чтобы все множества были не одноцветные. Мы же это утверждали, да? Какие 15 множеств не возьмите, а вот их-то элементы можно так покрасить в два цвета, чтобы все эти множества оказались не одноцветными. А здесь, видите, говорится противоположное. Существуют, найдутся такие множества, что как наоборот их не пытайся покрасить, а какое-то окажется одноцветным. Вот давайте попробуем сообразить в терминах вот этого, что же нам удалось доказать в нашей теории. Ну давайте я скажу. Что m от m это как минимум 17. Ну m от 5. А да, m от 5 как минимум? Да, 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 совершенно верно. Вот мы доказали с вами, что m от 5 не меньше 17. Мы с вами доказали, что m от 5 не меньше 17. Потому что и для 15, и для 16 множеств, где бы и как бы они не прерасположены, едва они все имеют 5 элементов, как сразу мы можем доказывать существование раскраски. Мы ее доказали. Она есть. Поэтому тот случай, когда все-таки могли бы теоретически найти множество, которые нельзя покрасить так, чтобы все были не одноцветные, вот этот случай, он начинается, ну, не раньше 17, извините. Для 16 и для 15 множеств такая раскраска всегда есть. Так, друзья, поднимите, пожалуйста, руки тех, кто усвоил вот это неравенство, честно. Ага. Ну, дай бог, если так. Очень круто. Очень круто. Так вот, задача про отыскание величины m от n, это вообще одна из классических проблем современной комбинаторной математики. Дело в том, что вот эти вот множества, они на самом деле еще по-другому называются. Ну, наверное, все присутствующие в этой аудитории знают слово граф. Не только как титул, да, но и как математический объект, комбинаторный. Граф – это множество вершин и множество рёдин, да? Что такое ребро графа? Ребро графа – это, по сути, просто пара вершин. То есть, вы можете себе представлять граф, у которого вершины – это люди, сидящие в этой аудитории, а рёбра – это, например, пары знакомых людей, тех, кто был знаком до прихода на эту лекцию. Вот такой вот совершенно абстрактный граф. Граф, у которого вершина – это пара. Так вот, есть такое, в общем, математическое важное понятие, которое называется гиперграф. Которое называется гиперграф. Я ужасно написал, гиперграф. Гиперграф. Ребра, подобно графам, это пара, у которой есть множество вершин и множество рёбер, точно так же. Но только в отличие от графа, рёбра гиперграфа – это не пара вершин, а какие-то наборы их. Например, тройки, пятёрки. Рёбра. Ну, давайте я так наглядно изображу, чтобы вас не пугать. Вот вершины, да? А рёбра – это какие-то такие сардельнички. Вот одно ребро. А другое ребро может быть вот каким-то таким. Вот это вот другое ребро гиперграфа. И мы с вами имели пример, который обосновывает, откуда берётся в комбинаторике понятие гиперграфа. Ну вот граф – это люди, сидящие в этой аудитории, и в пары мы объединяем тех, кто знаком. Ну, хорошо, давайте возьмём гиперграф, люди, сидящие в этой аудитории вершины, а пятёрки лучших комбинаторов, геометров и так далее – это вот те самые ребра. Гиперграф называется гиперграф, называется однородным, вернее даже «Н» однородным. «Н» однородным. Если в каждом его ребре ровно «Н» вершин, если в каждом его ребре ровно «Н» вершин. В задаче про величину «Н» речь идёт, по сути, об «Н» однородных гиперграфах. Это понятно, да? В задаче о величине «Н» речь идёт, по сути, просто об «Н» однородных гиперграфах. Друзья, поднимите, пожалуйста, руки, кто когда-нибудь слышал такое выражение «хроматическое число графа». Никто не слышал хроматического числа, вот один человек слышал. Давайте я напомню, это важное понятие тоже, мне кажется, оно очень здесь уместно. Так, ну что такое гиперграф и что значит «Н» однородный гиперграф, это все выяснили, да? Могу стереть? Определим. Вот у вас есть гиперграф с множеством вершин В, видите, вершины появились, и множеством лёдер. Это такой-то гиперграф. Давайте насобьём его хроматическим числом. Хроматическое число. Обозначается оно традиционно вот так, хиаташ. Хи, греческая буква, не пугайтесь. Вот такой х, только сюда длинная палочка. Я знаю, греческие буквы это очень страшно. В этом месте я всегда, вот, я ещё подал определение хроматического числа, на меня уже распирает, я чувствую, что греческие буквы не все знают. Я хочу на корню пресечь некоторую проблему, которая очень часто отражается даже на знаниях студентов. Значит, друзья, вот есть такая буква в греческом алфавите. Вот мне кажется, что я уже слышу неправильные слова по её поводу. Читается она вот так. Вот представьте себе. А то, что вы думали, пишется совершенно по-другому. И вот это вот читается как ню. Я очень прошу, товарищи, постараться вот это дело запомнить. Потому что мой опыт подсказывает, что масса студентов считает неправильно. Полагает, что вот эта величина называется ню. А вот ничего подобного. Она называется это или ито. А вот ню – это вот такая штучка, похожая на В. Таковы тонкости. Ну ладно, вернёмся к грамматическому числу. Значит, грамматическое число хи от аж, гиперграфа аж – это… Не путайте с той, кто-то есть русское слово «э». Так, это минимальное число цветов. Это минимальное число цветов, которые можно так покрасить вершины, которые можно так… покрасить вершины, то есть… Давайте, я подчеркиваю элементы множества В. Элементы множества В. Чтобы каждое ребро было не одноцветным. Всё очень знакомо. Чтобы каждое ребро было не одноцветным. Хотим использовать как можно меньше цветов на покраску элементов множества В, так, чтобы каждое ребро, то есть подмножество этого множества, было не одноцветным, ровно как в нашей предшествующей постановке. Давайте в терминах грамматического числа попробуем переформулировать вот это вот. Ну, сейчас я, наверное, всё-таки использую зелёную доску, потому что нам важно всё-таки и вот это определение видеть всё время перед глазами, и, с другой стороны, определение грамматического числа тоже должно как-то светиться. Давайте попробуем по-другому сказать, что такое M от N. Это есть минимальное, конечно, натуральное число N. Я пока что повторяю в точности то, что написано там слева. Но давайте, что значит существует набор из M штук N элементов множеств в наших вот этих новых гиперграфовых терминах? Ну, это значит просто, что существует гиперграф, правильно? Так, существует гиперграф H равняется VE. Какими свойствами обладающие? Что значит, что они N элементны, эти множества? Это значит в точности, что гиперграфы N однородим, правильно? Значит, существует... А давайте я вот так напишу сюда. N однородный гиперграф. Существует N однородный гиперграф H. Так, а что такое вот это M? Ну, это количество его ребер, правильно? У которого ровно M м ребер. Так, а вот что значит, что при любой раскраске элементов этих множеств, то есть множества V, в два цвета найдется одноцветное мытое в терминах вот этого хроматического числа? Хроматическое число больше 2. Совершенно верно, да. И действительно хроматическое число этого гиперграфа строго больше 2. Совершенно верно. В два цвета нельзя покрасить. Видите, хроматическое число это минимальное число цветов, которые можно так покрасить, чтобы каждое ребро было не одноцветным. А мы здесь наоборот говорим, при любой раскраске найдется одноцветное ребро. Значит хроматическое число как минимум 3, больше 2 и строго. Ну что, поднимайте руки. Кто понимает, что это и то, это одно и то же. Хорошо. Если правда, то хорошо. О том, какие известны результаты в общем случае относительно величины M от N. Доказывать я ничего не буду. Это вам будет как раз такая затравка на вырос, чтобы вы интересовались комбинаторикой. Но тут есть очень крутые теоремы, которые довольно сложно доказываются. Надо сказать, что все они доказываются с помощью вероятностного метода комбинаторики. То есть в каком-то смысле далеко идущего обобщения того сопоставления количества, которые мы с вами произвелись. Мы же сравнивали количество каких-то раскрасок. Вероятностный метод, он в каком-то смысле является обобщением идей. Но, конечно, у меня нет сейчас ни возможности, ни времени подробности рассказать. Будете слушать наши лекции, тогда узнаете. Вот. Сейчас самая лучшая нижняя оценка для величины M от N, которую знает человечество, выглядит вот так. Должно вас позабавить. 0,17 умножить на... Так, товарищи, если кто-то не знает, что такое натуральный логарифм, не пугайтесь, это все равно все на вас. Вот тут стоит натуральный логарифм. Это все в степени 1,2 и умножить на 2 в степени M. Это наилучше известная нижняя оценка. Еще раз, друзья, если непонятно, что здесь написано, это не самое главное, правда. Просто мне хотелось вас немножко развлечь. А сверху еще красивее. Сверху вот так. E логарифм натуральной койки поделить на 4 умножить на N в квадрате и на 2 в степени M. То есть вот давайте я для тех, кто понял, что здесь написано, но может для всех, я не знаю, я прокомментирую так. Вот это вот все мелочи, это какие-то константы, это фиксированные числа, которые от N вообще никак не зависят. Дальше есть вот эта вот штучка, которая как раз является наиболее быстро растущей среди всех, которые написаны справа. Но она опять же общая для этих оценок. И разница состоит только в том, что верхняя оценка содержит N в квадрате, а нижняя оценка корень из N поделить на логарифм M. То есть есть некий зазор. Последнее. Контрольный вопрос к слушателям. Как вы думаете, чему равняется M от 3? Уторопился. M от 2. M от 2. Смотрите, 2 это значит граф. Это никакой не гиперграф, это что-то совсем простое. Чему равняется M от 2? 3. Слушайте, тут да, есть понимающие люди, хорошо? Сейчас я объясню, я думаю, что все понимают, на самом деле, просто надо чуть больше времени на подумать. Смотрите, почему M от 2 равняется 3? Ну, действительно, если мы возьмем граф, у которого только одно ребро, граф, у которого только одно ребро, мы покрасим это в красный, это в синий, и никаких проблем. У нас, конечно, не найдется одноцветного мытого в любой раскраске. Вот вам раскраска, которая вполне себе корректная. Если у нас два ребра, то опять же, они могут вот так друг относительно друга располагаться. Ну, покрасим в красный, синий, в красный, синий, все снова в порядке. Может быть, по-другому, может быть, вот так. Такая галочка. Но все равно никаких проблем, краситься в два цвета. Вот этого нарушения не происходит. И лишь когда мы берем 3 ребра, у нас есть вот эта вот замечательная конструкция, которая называется треугольник. И вот треугольник, как ни пытайся покрасить его вершины в два цвета, ну, вы же понимаете, что найдется одноцветное ребро. То есть, минимальное количество ребер графа, при которых можно найти такую конструкцию, которую нельзя покрасить правильным образом в два цвета, это 3. Вот, пожалуйста, конструкция, которую нельзя правильным образом покрасить в два цвета, и которая содержит ровно 3 ребра. М от 2 равняется кройке. Упражнение надо. Попробуйте найти М от 3. Это посильно. Это посильно. Но это, конечно, не мгновенно. Так, сходу вы не скажете, если не знаете. Но это упражнение надо.